Руководители IT-гигантов объясняют кадровые решения, вывешивая меморандумы в блогах на своих же сайтах. Ссылаются на внешнеэкономические причины, как, например, глава Google и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи, сокративший 12 тысяч человек. Последние два года мы переживали период бурного роста. Чтобы соответствовать и способствовать ему, мы нанимали новых сотрудников. Но сегодняшняя экономическая реальность оказалась иной. Только за три недели 2023 года IT и другие компании, без нас которых во многом завязаны информационные технологии, сократили почти 50 тысяч человек. Лидирует Amazon – 18 тысяч уволенных, правда это около 1% от примерно полутора миллионного штата. За уже упомянутым Google с 12 тысячами сокращений следует Microsoft – 10 тысяч. Далее Salesforce, Goldman Sachs, Mayfair, Spotify и другие. Некоторые из них сократили до десятой части сотрудников. Илон Маск в прошлом году уволил из Твиттера вообще полштата, а Facebook в 2022 сократил 13% рабочих мест. Но есть пример из индустрии, который весьма интересен. Это компания Apple, которая пока что не сократила никого. А единственное, что попало под сокращение, это зарплата, компенсация их CEO Тим Кука, который, по-моему, на 42% была уменьшена его компенсацией. Вместо 83 миллионов долларов он получит 49. IT-гиганты вынуждены экономить, потому что их штаты действительно оказались раздуты, считают эксперты. Я думаю, происходит некое такое самоочищение рынка немножко от перегрева. Но я чего-то такого критического на данный момент не вижу. Тем более, что это в основном все-таки происходит в таких вот монстрах, которые, скажем так, перекушались, наверное, все-таки. Перекушались доступных денег, говорят экономисты. До инфляции при низкой ключевой ставке ФРС, а значит дешевых кредитах, инвесторы охотно вкладывались в IT, в том числе и в рискованные экспериментальные проекты, которые не факт, что принесут прибыль, но попробовать стоит. Поскольку именно в IT в случае успеха исходные инвестиции давали ощутимую отдачу. Правда, порой в отдаленном будущем. То есть, если вы посмотрите на какой-нибудь Boeing, то у него есть заводы, у него есть конструкторские бюро, и у них, по сути, все происходит сейчас. А если вы посмотрите на Microsoft или Amazon или на Facebook, и их оценивают по тому, какой у них потенциал роста в дальнейшем, что их технологии смогут сделать в будущем. Тот же Amazon за время пандемии увеличил количество сотрудников почти вдвое. Это диктовали гигантский спрос на услуги из-за тотального карантина и низкая ключевая ставка ФРС. Но если Федеральная резервная система берет курс на последовательное повышение ставки, как в 2022 году, инвестор понимает, дешевых денег уже не будет. Вложения становятся не просто рискованными, но дорогими. Закладываться под будущее становится опасно. Обеспечить бы настоящее. Во многом поэтому технологическая биржа NASDAQ в целом просела в 2022 году примерно на 50%. Котировки ряда IT-гигантов в частности тоже падали. Google в сравнении с прошлым февралем подешевел почти на треть. Котировки Амазона упали едва ли не вдвое. Microsoft потерял около 20%. Я бы не сказал, что пузырь прямо сейчас лопнул. Произошло то, что многие называют корректировкой рынка. То есть компании стали стоить более адекватных денег. Их оценка наконец-то стала связана с их выручкой, а не с банальным желанием, как принято сейчас говорить, хайпануть. При этом десятки тысяч человек оказываются без работы, которая многим позволяла не привязываться к конкретной стране. Особенно это было актуально для российских айтишников, бежавших за границу после начала войны в Украине. На самом деле много ребят, которые я знаю, которые из России, из Украины, из Беларуси, которые сюда в свое время приехали и все еще находятся на визе, связанной с работодателем. Да, они попали под сокращение, но очень большое уважение выживает жест от USCIS, которые увеличили срок нахождения в Соединенных Штатах. Те, кто сейчас попал под сокращение, у них теперь сильно больше времени для того, чтобы найти нового работодателя. Где его найти, если сокращают буквально все? А не обязательно в чистом айти-секторе, подсказывают экономисты. По их словам, большой спрос на информационные технологии сейчас в автомобильной индустрии, банковском секторе, энергетике, фармацевтике и других областях. Эти люди не пойдут в Старбаксе работать или подметать улицу. Это все заполняемо. Поэтому, если у вас профессия программист или технологический, или дизайнер и так далее, не бойтесь, у вас все будет хорошо. Но как только процентная ставка вернется на круги своя, и экономики будут расти, а не сжиматься, то все будет куда как более радужнее. Тем временем освободившийся от 10 тысяч сотрудников Microsoft проанонсировал приобретение компании OpenNI, она ведет разработки в области искусственного интеллекта, за несколько миллиардов долларов. А индекс NASDAQ, где торгуются акции высокотехнологичных компаний, накануне прибавил больше 2%, правда, уже сегодня чуть отыграл назад. Гарри Книгницкий, Александр Берген, Голос Америки, Вашингтон.